Если жизнь облыженная, вас не дарят планями, Помогите ближнему, помогите дальнему, Помогите встречному, все равно чем именно, Подвезите женщину, не скажите имени, Не ищите в Библии утешения книжного, Отрастите гибели, помогите ближнему, В жизни чувства сближены, словно сучьи яблони, Покачаешь ближние, отцовутся о льде. Пусть навстречу женщине, что вам боль доставила, Улыбнуться ближние, улыбнуться дальнее. У души обиженной есть отрада тайная, Как к чему-то ближнему, Улыбнуться дальнему. Улыбнуться дальнему. Улыбнуться дальнему. Улыбнуться дальнему. Следующая песня. Есть такая певица, Полина Гуреева, Вы, наверное, слышали ее песни в сериале «Ликвидация». И вот она пела песню на стихи Гродского, Автор музыки, есть такой известный парк Виктор Берковский. Я впервые услышал песню в ее исполнении, Хотя Берковский тоже ее пел. И она, кажется, поет ее в сериале, Который называется... Как же называется сериал? Как называли нашего разведчика, Которого семнадцатого местного? Да, Штерлица. 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 Стульчик, да? Исаев. Вот есть это. Сериал Исаев, где она поет вот эту вот песню. Штерлица. 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 Ах, у других мужья перстеньки из ржья Серги из перламутра А у меня слеза, жидкая бирюза Просыхает под утро Носи перстенек пока Виден издалека Потом другой подберется А надоест носить, будет что ранить Ночью на дно клотца Ах, у других мужья перстеньки из ржья Серги из перламутра А у меня слеза, жидкая бирюза Просыхает под утро В роли твою слезу Из будущего принесу Вставлю ее в колечко Будешь гулять от она Надевай его нам На безымянных, конечно Ах, у других мужья перстеньки Из будущего Следующая песня Ее спел такой Я услышал исполнение латвийского певца «Busulisa» Или «Busulisa» Это песня на стихи Евгения Естушенко Музыку написал Раймонд Паулс Песня называется «Я люблю тебя больше природы» Моя жена присутствует в зале Ей обычно пою эту песню «Я люблю тебя больше природы» Ибо ты как природа сама Я люблю тебя больше свободы Без тебя и свобода тюрьма Я люблю тебя неосторожно Слово на пропасть, а не колею Я люблю тебя больше, чем можно Больше, чем невозможно Люблю Я люблю безрассудно, бессрочно Даже пьянство, даже грубя И уж больше себя это точно Даже больше, чем просто себя Я люблю тебя больше спира Больше всей на земле красоты Даже больше всей музыки мира И макрина, и музыка ты Ты несчастна, ты просишь участия у счастья Бога просит побед и не гниви Я люблю тебя больше, чем счастья Я люблю тебя больше любви Я люблю тебя больше природы Ибо ты как природа сама Я люблю тебя больше свободы Без тебя и свобода тюрьма Я люблю тебя Я люблю тебя Я тебя люблю Я люблю Я люблю Я люблю Спасибо Моя с нами сделала подарок, она мне было 60 лет Она мне повезла в чудесную страну, называется Кабадокия Это часть Турции, может кто-то не знает Которая состоящая из скал, и над ними парят воздушные шары И вот там мы провели мой день рождения И сделали клип на эту песню Так что она тоже есть, кстати, вы можете посмотреть Там, конечно, более профессиональная запись, чем я Я записываю в боссов студии Вот следующая песня, вы точно ее знаете Это любимая песня моей мамы Она была написана таким автором Николаем Харитов в 1910 году Мама всегда играла первой гитаре, поэтому я ее взял Кстати, она была всего лишь два куплета Третий куплет написала моя сестра Уже короткая песня мама Третий куплет подписала Не отвлечите ее, Харитов, где моя сестра Но я бы не отвлечу Мы с вами будем вместе петь припев этой песни Я сейчас его спою сразу припев, чтобы мы с ним начали И вы меня немножко охватываете Но я буду петь эту песню в необычной манере Называется «Стиль босса нового» Сейчас пою песню, потом я расскажу немножко про этот стиль Оцелим уж давно Хризантем мы в саду А любовь все живет Значит, в моем сердце больно В том саду В том саду, где мы с вами встретились Ваш любимый густ Хризантем растет И в моей груди Рассвело тогда чувство Чувство Яркой и нежной любви И все вместе И все вместе Оцелим уж давно Хризантем мы в саду А любовь все живет В моем сердце В моем сердце Хризантем мы в саду А любовь все живет А любовь все живет В моем сердце Хризантем мы в саду А без вас все жить Как у вядших густ На глазах слезам На ресницах грусть Не вдыхать уже нам Аромат тех дней И только сердце Звучит все больней Оцелим уж давно Хризантем мы в саду А любовь все живет В моем сердце Хризантем мы в саду А любовь все живет Оцелим уж давно Хризантем мы в саду А любовь все живет В моем сердце В саду А любовь все живет В саду Ну, видите, уже вместе Немножко Я сейчас вам расскажу О стиле Босанова Это мой любимый стиль Я его узнал не так давно Буквально десять лет назад И просто им заболел Просто заболел И оказалось, что Я пою несколько испанских песен О стиле Мы с моим сыном Поем старые песни Босанова Который был по 60-70 лет Этот стиль Переводится Босанова Как новая фишка Его придумал Когда-то В 50-х или 40-х годах Человек по имени Антонио Карлос Жабин Уникальный человек Самая его известная песня Девушка из Итанема Может послышать Так вот Что меня поразило Он написал кучу песен В этом стиле И именем этого человека Назван аэропорт В Рио-де-Жанейро Представьте, насколько Бразильцы любят Этого человека Назвали его именем Аэропорт А я вот что подумал Оказалось, что Все наши советские песни Не все Большинство Написаны в этом стиле Просто их пели до этого По-другому И вот я Я взял несколько песен Мой мной любимых И для того, чтобы Немножко поменять этот стиль Я их полил по собой Вот сейчас я вам это покажу И вы песни эти все хорошо знаете Сейчас будет несколько песен Кто такой композитор Знаете 60-х годов Фатьяна Он написал кучу песен для фильма И вот одна из песен Одна из песен Когда Проходит молодость То по-другому Любится Но что Нам в жизни сетывать На то, что ночи длинные Еще Полны рассветами Все ночи Соловьиные Коль ночи соловьиные Цветут Кусты жасминные А ты Как прежде Кажешься Кудрявою Ну Рябиною Пускай Густые волосы Потернулись А имия Мой Глазам Твои Усталые Мне Кажутся Красивее Что Не сбой Как Сбудется Не сбудется Забудется Когда проходит молодость, Ещё сильнее любится. Когда проходит молодость, Ещё сильнее любится. Ещё одна песня, мы сейчас пойдём её вместе, Её пел кто-то, кто-то только не пел. И Муллерман, по-моему, и Горзон, я не знаю, что её пел. Вот сейчас её узнаем. Я начну с этого припева, чтобы больше вспомнить. Я гляжу ей в свет, Ничего в ней нет, А я всё гляжу, Глаз не отвожу. А у нас во дворе, Езычонка одна, Между шумных подруг, Неприметна она, Никому без ребят неприметна. Она все вместе. Я гляжу ей в свет, Ничего в ней нет, А я всё гляжу, Глаз не отвожу. Есть дружок у меня, Я с ним с детства знаком. Но о ней я молчу, Даже с лучшим дружком. Почему-то молчу, Даже с лучшим дружком. Я гляжу ей в свет, Ничего в ней нет, А я всё гляжу, Глаз не отвожу. Не боюсь я, ребята, Ни ночи, ни дня, Ни крутых кулаков, Ни воды, ни огня. Я гляжу ей в свет, Ничего в ней нет, А я всё гляжу, Глаз не отвожу. Вот опять вечерком Я стою у ворот. Она мимо из кулачной Сумка идёт. Я стою и молчу, И обида вперёд. Я гляжу ей в свет, Ничего в ней нет, А я всё гляжу, Глаз не отвожу. Или утром стучит Каблучками она, Обо всём позабыв. Я слежу из окна, И не знаю, Зачем мне она так нужна. Я гляжу ей в свет, Ничего в ней нет, А я всё гляжу, Глаз не отвожу. Ещё раз я гляжу ей в свет, Ничего в ней нет, А я всё гляжу, Глаз не отвожу. Ча-ча-ча! Ещё есть той же оперы, опять же, Любос Анови, Никита Павловский и Фатяна. Тоже вы хорошо знаете и попеваете. Та-та-та-та-та-та-та-та-та, Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Мне тебя сравнить бы надо, С песней соловьиною, С тихим утром, с майским садом, С гибкою рябиною. С вишнею черёбухой, Вдаль мою туманную, Самую далёкую, Самую желанную. Как это всё случилось? Держите ритм! В какие вечера, Три года ты мне снилась, А встретилась вчера. Я не знаю, Больше зная, Мечту свою храню. Тебя, моя родная, Ни с кем я не сравню. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Мне тебя сравнить бы надо, С первою красавицей, Что своим веселым взглядом к сердцу прикасается. Что походкой легкою подошла нежданная, Самая далекая, самая желанная. Как это все случилось, в какие вечера. Три года ты мне снилась, а встретилась вчера. Не знаю, больше зная, мечту свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не строю. Тебя, моя родная, ни с кем я не строю. Я хочу сказать, что в отношении тататик и титат. Почему? Это по всем мире родисты всегда. Это означает азбука Морска, Которое родисты дают друг другу «Я тебя люблю». Это клуб Одесса. Я это делаю. Очень правильно. Родисты по всем мире. Если вы не устали, я наброшу вас. У меня есть программа. Я когда узнаю, что вы устанете, вы мне скажите, сворачивайся, а я по декольку позвожу. Спасибо. Я еще пою, чтобы есть несколько... Я продолжу. Есть замечательная песня. Это роман, который написал Ильдар Лязанов. Развучал на музыку Петрова. Мне кажется, он развучал песню в фильме «В небеса обетованные». Может, вы помните, когда Баси нашлились за роялем и пел эту песню? Я ее песню обожаю. Господи, не ухнуть, не вздохнуть, да не летят метели круговерти. Жизнь тропинка отождение к смерти. К смерти. Смутный, скрытый, одинокий путь. Господи, не ухнуть, не вздохнуть, Снег идет, и мы беседуем вдвоем. Как мне одолеть большую зиму? Одолеть ее необходимо, Чтобы вновь весной услышать гром. Господи, спасибо, Что живем. Мы выходим вместе в снегопад, И четыре оттиска за нами, Отпечатанные пошмаками, Неотвязно следую следят. Господи, как ты, Метелерат. И те же мои первые следы, Занесло начальную дорогу, Заведет остаток понемногу Милостью отзывчивой судьбы. Господи, спасибо, Что есть ты. Ходи, как ты. А-а-а-а-а. Всех, всем, всем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не знаю, хотел вам эту песню сперебовать немножко веселенькую. Уместно ли будет? Или где нет? Да, да, да. Да, да, да. Натальше. Натальше. Я спою старую песню, вы все это знаете, тоже опять же припев подбиваете. Я начну с куплета, но припев настолько вам известен, что вы просто сейчас больетесь одним хором. Ты напомнила вчера мне о далеком, по забытом, перешитом о сне. Милый друг, ни разговором, ни намеком не ищи, было отклика во мне. Все, что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло. Утомились ласка и губы, и натешилась душа. Все, что пела, все, что ныло, все давным-давно истлело. Только ты, моя гитара, прежним зоном хороша. Может быть, вчера, но вот совсем недавно, захлебанулось сердце радостью в груди. А теперь, как это грустно и забавно, мне сказать, тебе лишь хочется уйти против. Все, что было, все, что ныло, все давным-давно истлело. Утомились ласка и губы, и натешилась душа. Все, что пела, все, что ныло, все давным-давно истлело. Только ты, моя гитара, прежним зоном хороша. Все равно годы проходят чередою, и становится короче жизни путь. Не пора ли нам с изобученной душою на минуточку забыться и уснуть? Все, что было, все, что ныло, все давным-давно истлело. Утомились лаской губы, и натешилась душа. Все, что пела, все, что ныло, все давным-давно истлело. Только ты, моя гитара, прежним зоном хороша. И вы все, кстати. Я, к сожалению, прозеплал, но послушаем. Я сейчас эти песни не закончил, я хочу перейти к новому блоку. Если нет вопросов, я продолжу. Может, кто-то хочет спеть с тобой? А мы будем все вместе, по заказу. Нет, по заказу не получится, если кто-то нет не работает. У меня есть программа, которую я должен выполнить. Я ее продумал, и хочу вам ее донести. Я очень люблю украинские песни. Они страшно мелодичные, и мы в семье всегда поем украинские песни. У меня тесть, к сожалению, недавно умер. Мы с ним садились за столом и спевали украинские песни. И вот я спою сейчас его любимую песню. Называется она «Два колера». Естественно, можете подавать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 2-3 Расскажи мне, расскажи, любишь ты, че не надо, И в ночах сия, пьяновик твоя. Ты ж одна в кругы, сплять в рассыплы, Дельки ты и я, и ясна зоря, все есть. Расскажи мне, расскажи, любишь ты, че не надо, И в ночах сия, пьяновик твоя. Расскажи мне, расскажи, любишь ты, че не надо, И в ночах сия, пьяновик твоя. Расскажи мне, расскажи, любишь ты, че не надо, И в ночах сия, пьяновик твоя. Расскажи мне, расскажи, любишь ты, че не надо, И в ночах сия, пьяновик твоя. Расскажи мне, расскажи, любишь ты, че не надо, И в ночах сия, пьяновик твоя. Расскажи мне, расскажи, любишь ты, че не надо, И в ночах сия, пьяновик твоя. И в ночах сия, пьяновик твоя. Ну вот, теперь добрались мы до заключительного блока. Это были песни, которые написала наша семья, творческие песни. Они, кстати, были патриотические, так что если кому-то вдруг не понравится, можно не слушать. Первая песня была написана моей сестрой, с некоторыми корректировками. История такая, называется она «Святая Родина моя». Она есть, я записал профессиональную фонограмму, здесь в Берлине записал голос, мы сделали клип на эту песню. И история очень интересная. Я услышал песню Александра Зинбалова, своего любимого автора, который в последнее время несет то, значит, что про войну в Украине. А музыка в нем потрясающая, он вообще потрясающий музыкант. Мне очень жалко было терять эту музыку. Именно эту музыку я просил мою сестру, мы сочинили песню. Мы договорились, да? Никакой политик, не грубый. Поэтому будь до нас. Это не политика, это пьян. Это не политика. Это песня, которую я пою. Это не замечательно, это не политика. Причем тут политика. Я попросил, кстати, если кто-то мне не нравится, мои песни, можно же не слушать, потому что дело очень просто. Можно просто выйти и все. Но я хочу донести эти песни, потому что они звучат везде. И я хочу... Называется это, короче, эта песня «Святая Родина моя». Святая Родина моя врагом истерзанная ныне. Там, где Днепровская волна, качала детские мечты. Где мои песни пел рояль, теперь безлюдная пустыня. Оставил в ней кровавый след, в конец бесившийся сосед. Но только не смелилась ты. И никогда мне не забыть всех тех, чужих, в одно мгновенье. Забавы ради оборвал посланник Адам Садана. Но призывают отмстить матери Бучи и Ирпени. Чтоб в ратных битвах отстоять, а если надо жизнь отдать, Краина, Родина моя. Ночь рыдала под воплям взрывов и под заревом пожаров. Третий месяц дрожит уставшая земля. Смерть в завалах, свечи агарком, сон в подвалах. Но вставала Родина моя. Я не сумею обойти журчание ручейков мелодий. Каждановстроенные ряды твои бескрайние поля. Ракета в небе вновь летит, и ураган прицел наводит. Над нами Украины стяг, а значит и не прорвется враг. Краина, Родина моя. Ночь рыдала под воплям взрывов и под заревом пожаров. Третий месяц дрожит уставшая земля. Смерть в завалах, свечи агарком, сон в подвалах. Но вставала Родина моя. А карлик, немощный стар, приполз в мечом в мою краину. Он носит кай на печать, и ему в воду горит маяк. Но в бой вступает Байрактар, все будет ненька Украина. Мы не сдадимся мы с тобой, ведь побеждает зиму любовь. Краина, Родина моя. Но в бой вступает Байрактар, все будет ненька Украина. Мы не сдадимся мы с тобой, ведь побеждает зиму любовь. Краина, Родина моя. Ведь побеждает зиму любовь, скатая Родина моя. Спасибо. Я расскажу тебе немножко. Моя сестра прожила 30 лет в России. 30 лет. И когда с 2003 года она живет в Украине. Когда начался Майктар, она была против. Она боялась украинских националистов, потому что действительно у вас там есть определенные кадры. Но когда начали бомбить ее, когда начали ракеты летать мимо, она полностью перестроилась, пишет патриотические песни. Полюбила националистов. Все стало на свои места. Еще одна песня, которую мы написали. Вернее, эту песню написала моя сестра, а русский, написал мой старший сын. У меня тоже беломан. Пишет, он скатитиски. Он, кстати, единственный человек, который имеет у нас музыкальное образование. Играет на пиарену, поет. Я записывал. Играет на пиарену, поет. Так вот, он написал музыку этой песни. Эта песня была написана позже. Она называется «Когда закончится война?» Никогда. Никогда. Очень. Я не знаю, что все. Что-то такое. Я хочу. Я хочу. Все понятно. Все понятно. Там все жалуются. Да, вот. Теперь там жалуются. Что-то не так. Выходит, лето перед ним ушла. Весна в чужих краях. Спасения ищут люди. Когда уже закончится война? И возвратятся те, кого мы любим. Когда уже закончится война? И возвратятся те, кого мы любим. Полгода горчатся под взрывами страна. Дом покидая расставание, душу убил. Пока еще не кончилась война. Война не возвратятся те, кого мы любим. Пока еще не кончилась война. Не возвратятся те, кого мы любим. Нам свыше жизнь с тобой была дана. Что мы сами пролистали книгу судеб. Что мы знали, что закончится война. И возвратятся те, кого мы любим. А для иных уже настала тишина. И солнца лучик на рассвете не разбудит. Для них от них теперь закончилась война. Для тех, для тех, кого мы вечно любим. Для них от них теперь закончилась война. Для тех, для тех, кого мы вечно любим. Но в небе, в трене уже звезда видна. Что освещает шлях, он крут и труден. И есть надежда, что закончится война. И возвратятся те, кого мы любим. И есть надежда, что закончится война. И возвратятся те, кого мы любим. За них с тобою выпьем мы, да-да-да. С кем на передовой мы жжем и рубим. И ждем скорее бы, чтоб закончилась война. Остались же вы все, кого мы любим. Мы насладимся встречей с радостью. Спал нам марш в перемоги. Прориметься всех орудий. Когда, когда закончится война. И возвратятся те, кого мы любим. Когда, когда закончится война. И возвратятся те, кого мы любим. И возвратятся те, кого мы любим. Они как песня написали. Практически посвящая нашей семье. Мы находимся здесь как бы в миграции. Наш дом в Днепропетровск. Сейчас называется Днепро. Имеет значение. Вот. И выложили клип с вашей фотографией. Очень было очень трогательно. Ну вот мы надеемся возвратиться в сковороду. Я хочу обратиться к клубу. Я хочу сказать, что мы клуб Днепр. И вот наш план. Это герб Украины. Новый. Когда случилось это событие. Первые все откликнулись. Клуб Днепр. Одесса. Мы первые, кто встречал беженцев. Мы первые, которые собрали кучу денег. Машину лекарств. Машину теплой одежды. И машину продуктов. Мы связались с посольством. Мы делали все. Потому что война это страшно. Для войск государств. Погибают молодые люди. И война это страшно. И поэтому мы не можем обойти этого в клубе. А кому, конечно. Да. Мы клуб Днепр. Это не значит, что мы тут. А там уже... Да. Это дом, который между прочим взорвали. Это находится на массиве, где мы жили. Как я могу не видеть и знать этот дом? На победе. Понимаете? На победе. На цепобеде. Происк и рынок провели. На этот дом, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я хочу, чтобы на базар из Красной собирали вещи, забеданцев давали талоны на обеды, на завтрак и на... Я там видела такие вещи, что здесь только с инфекентами фирменные вещи приносили. Я приехал с 20 марта. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я приехал с 20 марта. Сюда. Вот вешал здесь сидят. Вот. И вы ничего не получили. Я не получил, потому что я и не знал. И до сих пор не знал. Это очень страшно. Это очень страшно. Вот это мы знаем. Дорогие друзья, у меня для вас еще всего-навсина две песни, например, с этой песней. И вот у нас. И первую песню я спою, вот именно песню «Июнь» о нашем родном Небе Петровске, о котором, вы знаете, кем я спою, я вживую, я вживую очень редко пою. И вторая песня будет бонусом, если захотите слушать про наш город, не имеющие отношения. Это давно написанные песни, написанные моей сестой, с некоторыми моими корректировками, вот песня «Июнь». Она история какая? У нее день рождения в июне, она писала эту песню в себе. «Июнь». Родилась она в доме, угол Пушкина и рабочий, номер 77. Вот с нее все началось. А когда мне было работом, я буду сегодня играться, на ней будет вторая песня. Если вы сейчас готовы, я начну. Песня «Июнь» Песня «Июнь» Песня «Июнь» Песня «Июнь» Словно три сказочных шатра, а там доминовки и сигареты, и две гитары до утра. Кричит в окно мне мама время, а я домой все не иду. Ведь я еще не насмотрелся на безымянную звезду, Что жарким летом подарила мне свой далекий свет тогда. А говорят, что плохо жили в те незабвенные годы. Июнь, на Камсомольском и на Шерском визы Днепропетровску паяться. Июнь, на коле, как сетка, волейбол и одеяло разделается. Июнь, с яйцом вареных, помидором, водкой, курицей в песке. Июнь, а я такой неугомонный рыбкой плаваю в реке. А после грузовые пары же, словно в горе корабли, На закоревших и уставших под Днепру домой везли. А папа так спешил хромая, вверх он по саду ой шел, Что переполненным трамвае успеет добраться на футбол. На моей платье, как репшир же твоя, с розой на груди. По лодке в паршивчанка летом с сестрой плетем всем позади. Мы из колонок воду пили, какая вкусная вода. А говорят, что плохо жили в те незавидные года. Июнь, на стадионах вечерами чудо-фонари качаются. Июнь, пускай под временем и ветрами мое лето не качается. Июнь, прошу всевышнего, молюсь, не дай мне память обрыва. Июнь, где я беспечно так смеюсь, все еще живы, живы, живы. Июнь, не умещается в строке, в минувшей жизни жаркий день. Июнь, уплыл по времени, к реке ушел, воспоминали о тень. Июнь, садится мама за рояль, и он скучит, не умолкая. Июнь, и так невыносимо жаль, что жизнь короткая такая. Дорогие друзья, последняя песня, которую я хотел вам представить. Мы все устали, потому что тоже есть, на нее клипы нету, но мы не стали ее снять. Умер парень, который делал нам все эти клипы, у нас много там про наши всякие дела. Значит, она, в моем родном дворе, я жил в угол Ленинградской, из Столярова, на Ленинградской 40А. Это дом маслаживого комбината, которому дали моему папе, который работал там на заводе. Мы перебрались с рабочим туда. Мы там жили в пятерок, две бабушки, моя сестра, папа и мама. Мы горничились в стройковом партии. Если вы знаете, этот дом, стройковый партий был прямо через забор. А через другой забор у нас был стройковый комсомоль. Маслаживый комбинат был по ходу на этой улице, там же был радиозавод и так далее. Я просто рассказываю, ну, может, это не знаю. И вот у нас во дворе собирались дети, взрослые, инвалиды, гараж, ну, как и у всех. В общем, короче, эта песня продаж была, но эта песня, наверное, и продаж была. Ну, примерно так. А это было так давно, в любимом городе родном, И в нашем детстве золотом, что растворилось в дымке лет. На Ленинградской сорока, где моей памяти река, Был старый двор, какого лучшего в мире не было и нет. Наш двор, отец молитвок, но привычно, баба Соня у плиты. Наш двор, свои законы и соседи, и обычаи, и соседи, все роды. Наш двор, там с масла жира все ребята, только Джорик первый друг. Наш двор, жаль, что с конца шестидесятых изменилось все вокруг. Мы вроде, ну, бежим в кино, а нам вдогонку до вино. Веселый крохот и вино, что одинокий инвалид. Всем наливал, ведь с давних пор для заводских открыл бы двор. Шли после смены, чтобы выпить или так поговорить. Наш двор, а мама милу не пускает, хоть в подъезда ждут друзья. Наш двор, они до полночи гуляют, их загадать домой нельзя. Наш двор, три древних бабушки на стрёме строгих, как братины стаж. Наш двор, граничил с кировским райкомом, где мы построили шалаш. И взрослые, и детвора стояли у ворот двора. А масло жир шел на парад, надев медали ордена. Шагает радиозавод, на Минградской весь народ. Из мама с папой, из сестра, и первомайская весна. Наш двор, забор, где заросли крапивы и сиреней аромат. Наш двор, все еще молоды и живы нам, с лыбкой след глядят. Наш двор, а он качнулся на качелях и взлетел за облака. Наш двор, молюсь я, чтоб меня обмелела в моей памяти река. Наш двор, там песни хора, взрывы смеха, анекдоты, круглый год. Там наш двор, там разговоры за политику, за вот и про футбол. Наш двор, уносит время свои воды, я стою на берегу. Наш двор, десятилетия и годы, я к тебе бегу, бегу. Наш двор. Наш двор. Большое спасибо, друзья. Я надеюсь, что вам понравилось хоть немножечко то, что я хотел. Я был рад. Вам удовольствие, я получил сам от отдачи. Огромное удовольствие. Спасибо. Вы получили удовольствие тоже. Спасибо большое.